Чайная церемония Международный фестиваль чая уже в шестой раз проводится на Вышеграде в Праге. Гости фестиваля могут познакомиться с традициями и культурой разных стран. Но наиболее пристальное внимание всегда привлекала русская чайная церемония. В этом году он организован компанией Ювасет. Все как положено. Самовар, баранки, варенье. Компания Ювасет подготовила красивый ритуал чаепития. Специально для чайного фестиваля была привезена старинная посуда и черный чай, чтобы публика имела возможность прикоснуться с удивительным миром русского гостеприимства и радушия. Компания Ювасет занимается разными мероприятиями, созданием разных фестивалей, балов. Мы хотим, чтобы русская культура приблизилась к чехам, к чешской культуре и наоборот приблизить русскоговорящим к чешской культуре. Гости фестиваля познакомились с легендами появления чая на Руси, узнали, почему чай стоил в 20 раз дороже коровы, откуда пошел самовар и что такое сухое варенье. Русская традиция, русская традиция, очень давняя. Она пришла в Россию в 1616 году. Издавна на Руси чай считался напитком богатых. Он покупался за меха и золото и хранился в специальных серебряных сундучках у хозяек дома. А ключ от сундучка висел у нее на шее. И только она могла угощать гостей этим напитком, причем чем крепче был чай, тем богаче считались владельцы дома. Позже, когда чай стал доступнее, он стал непременным атрибутом гостеприимства. Женихи, желающие засватать девицу, обязательно должны были принести ее родителям мешочек с чаем и кусковой сахар. Русская традиция не похожа на европейскую в связи с сровым климатом, с широтой нашего российского характера. Это богатые чаепития, полные всяких сладостей. И рада, что мы можем угостить своих друзей, поподчивать их нашим русским крепким чаем. Говорят, русский чай, он как поцелуй, должен быть крепким, сладким и горячим. Те желающие могли не просто познакомиться с историей русского чаепития, но и попробовать исконные лакомства – мед, баранки, варенье, пироги и блины. Дегустация особенно запомнилась гостям фестиваля. Для тех, кто не смог попасть на этот фестиваль 18 и 19 октября, Пурганицкий парк предлагает большое путешествие в мир чая для всей семьи. На территории в 250 гектаров, на которых располагается Пурганицкий парк, будет три экскурсионных маршрута. На каждом из них представлены традиции церемоний чаепития из разных стран – Марокко, Японии, Китая и многих других. Посетители по так называемому игровому билету смогут бесплатно попробовать любой вид чай на каждом маршруте. Кроме того, на площадях парка будут две ярмарки, где все желающие смогут приобрести чай, кофе, специи, сервизы. А в замке состоится дегустация лучших сортов чая в мире. Мы точно знаем, что фестиваль посетят гости из Гонконга, Кореи и Японии, которые также познакомят гостей с традициями чаепития в своей стране. Главными задачами подобных мероприятий является пропаганда здорового образа жизни и культурное просвещение, направленное на привлечение внимания к такому разнообразному и лечебному напитку, как чай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok